Для машины 80 тысяч гривен. Я говорю, вы меня извините, теперь вы думаете, что вы не по 200 будут давать, да? А будут давать теперь по 10 тысяч, в связи с тем, что штраф такой большой. И тогда в конце этого совещания я предложил, я говорю, вы знаете, мы поднимем вопрос о ликвидации УКР-трансинспекции. Значит, по гос. инспекции мы подняли вопрос и по вам поднимем. Начальник вот этой самой УКР-трансинспекции сказал, а почему? Я ему ответил, вы сколько существуете? Десять лет существуете? Он говорит, да. Замминистра начал разговор с того, что дороги полностью разрушены. Вас создавали для чего? Для того, чтобы дороги не были разрушены. Значит, за 10 лет вашей работы дороги полностью разрушены. Значит, вы просто не справились с функцией, которую вам поручило государство. Поэтому вас надо ликвидировать. Вот на этом мы и расстались. Девушка поднимала руку. Владимир Георгиевич, у вас есть фаза, у вас есть фаза на пережок. Скажите, пожалуйста, в каких условиях вы третий раз собираетесь подписывать меморандум? Чи будет выключена какая-то максимальная цифра по экспорту? Чи будет просто прописана домовленість про обговорение балансов по зерну? Значит, у нас раньше была примерно такая схема. Мы изучаем балансы американские, изучаем балансы наши, изучаем балансы разных агентств, выводим какую-то цифру. И обязательным предложением меморандума является прогноз, который мы видим, что мы можем экспортировать по культурам. И в меморандуме была записана такая фраза. Если по какой-то культуре мы подходим к пределу экспорта 80% возможного, то мы садимся за стол переговоров и принимаем решение, что делать дальше. Я думаю, сейчас над меморандумом работает и ассоциация Аграрный союз Новикова, и клуб аграрного бизнеса, американская вторая палата, и мы работаем. Я думаю, что мы какую-то примерно такую формулировку, министерство хочет еще кое-что добавить в это дело. Я думаю, что мы договоримся и вот таким образом и будем действовать. Потому что иначе, иначе, если мы не договоримся, будет повторение 2010 года, при котором государство, испугавшись, что наша страна останется без пшеницы, значит, вело сначала в 2006 год запретные экспорты, нанесли колоссальные убытки. Когда Клюев вел, мы получили убытки трейдеры 100 миллионов долларов за полгода из-за запретного экспорта. Вы помните, когда 30 кораблей стали в порту, некоторые по полгода забитые зерном. В 2010 году ввели так называемое квотирование и лицензирование, когда министерство аграрной политики настолько исказило, значит, вот это самое квотирование и лицензирование, что целый ряд компаний вообще квот не получили. Поэтому это были скандалы на весь мир, поэтому этих скандалов никто не хочет. И я уверен, что этот меморандум, уже два года мы работаем. Кто-нибудь заметил, что в прошлом году у нас было тоже написано, что пшеница только 9 миллионов? Кто-нибудь заметил, что мы перевезли больше 9 миллионов? Не заметил. Значит, эта система работает. Вот мы хотим использовать эту систему и в дальнейшем. Все другие системы, они не годятся. Татьяна Андреевна, у них дело. Я хотела спросить у Владимира Георгиевича по поводу поставок зерна из Крыма. Вот с одной стороны, там местные власти говорят, что они якобы экспортируют зерно. Заявляли, что там и Кипр, вроде как и Саудовская Аравия. Кипр и Саудовская Аравия говорили, что нет, 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 мы ничего не покупаем. Вчера было заявление, что международные компании вроде как отказались работать по крымскому зерну, но украинские компании его покупают. То есть вопрос первый, поставляется ли крымское зерно на экспорт. Вопрос второй, могут ли украинские компании его закупать. С точки зрения закона получается, что как бы Европа санкции ввела на покупку крымских продуктов. Как же мы тогда покупаем? Спасибо. Да. Значит, если зерно, которое произведено в Крыму, будет экспортироваться российскими компаниями через крымские партии, то они это не имеют права делать, потому что вы знаете, что наложены санкции. Это аннексированная территория, и никто такого экспорта признать не может, из-за этого будут санкции к тем компаниям, которые это дело делают. Значит, территория Крыма является территорией Украины. Поэтому, если какие-то украинские компании получают из Крыма автомобильный транспорт, он зерновый, его экспортируют, все абсолютно законно. То есть, они не должны получать какие-то украинские компании? Я не знаю, если они с территории Крыма едут, и так называемые «зеленые человечки» не пробивают им колеса, то это все нормально. Я думаю, что эти товарищи тоже понимают, что они что-то не там, и никто не захватили. Я могу дополнить, в Крыму есть запрет на перемещение за пределы Крыма продовольственного зерна, фуражного, можно вывозить. Поэтому, действительно, как бы закрывает глаза, и Херсонскую область субъектами предпринимательской деятельности зарегистрированы на территории Украины, а очень же много компаний осталось зарегистрировано в Украине, то есть, его адрес может быть где угодно, в Кривом Рогу, в Киеве, где угодно. Идет отгрузка фуражного зерна на украинский элеватор. То есть, это законно совершенно ничего не нарушается. По поводу экспорта из Крыма. У меня есть данные по этим отгрузкам. Получатели, действительно, как бы там что ни говорили, отгружались и в сторону Саудовской Аравии, и в сторону Северного Кипра, и в сторону основной потребитель были маршаловые острова. И маршаловые острова. Перевозка идет судами под либо российским флагом, либо флагами. Насколько, опять-таки, я не хотел бы утверждать, вроде бы это суда были Северного Кипра. Турецкие суда Северного Кипра, которые так же самыми не признаны. Ну и под российским флагом. А куда российский флаг имеет право ходить, там грузите. Вот и все. Но, опять-таки, как вы понимаете, если получатель маршаловые острова, это офшор, который потом в процессе, в пути, меняет свое направление куда угодно. Но я думаю, что эта ситуация рано или поздно нормализуется. То есть сейчас этот процесс происходит в адаптации. До кого-то не дошло, кому-то медленно не дойдет, кого-то судно арестуют потом где-то. Вот и этот процесс нормализуется. Но то, что экспорт идет из портов Крыма, да, на самом деле так и есть. И Керчь отгружала, и Севастополь отгружала. А настолько это существенное? Объемы. Если отбираться на данные, которые озвучивал Россельхозинспекция, то речь шла там о 35 тысячах тонн. То есть мы это, как вы понимаете, капля в море. По большому счету это при том, что в позапрошлом году Крыма выгружала порядка 3 миллионов тонн. Сопоставьте эти объемы, да? Я могу добавить, в самом начале конфликта, там тоже был такой вариант. Вот у нас шлен ассоциации, не буду говорить какой-то, потому что они у полномочия. У них подошло судно, они его нагрузили, начинают оформлять документы, а уже выясняется, что власть поменялась. Уже пришли красные, и теперь оказывается, значит, уже все по-другому, и таможни нет. И невозможно оформить судно. Мне звонят, что делать? Я говорю, давайте быстро в нашу таможню договоритесь, а судно отправляйте. Вообще без документов, без таможни. Потому что давайте какие-то телеграммы, что вы берете ответственность. Потому что и судно арестуют, и зерно арестуют, и потерпите убытки, и прочее, прочее. И вот один или два таких кораблей ушли еще в самом начале, фактически без оформления таможни. Хотя компании, естественно, написали соответствующие бумаги в таможне, в налоговую, потому что им уже нужно закрыть и в налоговых, а куда же зерно исчезло. Они могут закрыть, потому что нет отметки таможни. А нет отметки таможни, потому что уже таможни нет, крымская. Поэтому тут уже трудно сказать, как это все происходило, и что будет дальше. Все вопросы решаются. Патяна, а вы могли бы уточнить, а какие сертификаты походжения у этого заказа? То есть оно идет как будто в какой-то калининградский. Нет, вот я отбираюсь на данные, ну как бы российские. То есть сейчас одно секунду. У них сертификат происхождения российский. Вы там, если отгрузка по Керчи, то... Нет, ну если северное Керчи там понятное дело, он такой же непризнанный там, как и Баршиловыми островами, то как в Саудовской Аравии? Ведь поскольку говоришь, что ничего подобного, но там же нет какой-то тоже непризнанной территории, на которую можно везти. Они везут это зерно там до Тамани, от Тамани уже ведут какую-то в Россию. Но здесь написано, получатель Саудовской Аравии, а как они его туда загоняют, я вам не скажу, по большому счету. Но происхождение у него написано «Республика Крым, Россия». Вот у меня как бы их таможенная база. Как они это ухитряются? Ну опять-таки, ну... Типа, что это суда маломерные. То есть там речь идет о загрузках до 3000 тонн в одно судно. То есть оно в процессе пути может 10 раз поменять свое направление. То есть опять-таки, может было написано, что Саудовская Аравия, а потом втихую ушло в Сирию или куда-нибудь, ну откуда мы знаем. Это же опять-таки. Так? Вот, что я не сказал, что Ваши прогнозы урожая на этот год, я не думаю, с учетом Крыма? Нет. Ну, и на Невско-Урганский? Конечно же, да. То есть поправка на потери там, но без Крыма. И, соответственно, и баланс потребления тоже за вычетом населения Крыма и поголовья. Конечно же нет. Ну, а как? А смысл? Ну, я не готов комментировать, насколько она распространена. Но я думаю, что это ситуация только текущего года. То есть в следующем году уже будут как-то по-другому работать. Потому что, вы поймите правильно, то есть многие компании просто в тупике реально, кто работает в Крыму. Во-первых, СИУ был произведен еще при украинской власти, да. Убирают они при российской. И определенные бизнес-обязательства есть. Ведь многие компании просто кредитовались. Товарное кредитование брали-то здесь, в Украине. Им нужно его покошать. То есть, поэтому, есть эта ситуация, но я бы даже рекомендовал бы коллегам не застрять на них внимание для того, чтобы это... Потому что, поверьте, я лично знаю несколько компаний, которые это делают не от желания заработать, а хотя бы что-то компенсировать. Потому что цена по Крыму бросовая, на самом деле. А что, кстати, делают компании, которые в Крыму работали, или часть из них, это, условно, часть больших украинских логингов, которые галили, да? То есть, вот, по вашим данным, они перерегистрируются под российскую юрисдикцию, они остаются частью Крымского логинга? Часть перерегистрируются, часть ищет варианты, как... Ну, опять-таки, одно единственное слово, адаптация. Адаптируются к тем условиям, которые есть. Да, минимизация убытков и адаптация. То есть, часть компаний сворачивает свой бизнес, это естественно. А насколько масса, допустим, продажа этих активов российским компаниям? Не готов комментировать. Поймите правильно, ни одна системная российская компания тоже не будет влазить в это. Потому что, опять-таки, они будут подпадать под санкции. То есть, условно говоря, если у нее есть активы, это международная, условно говоря, компания с международным именем, заинвестирована где-то на Кибрии, к примеру, что традиционно, да, или там Линденштейни. И она будет туда влазить в покупку земли в Крыму. Так что, там, на самом деле, ситуация патовая. Потому что, когда это все делалось, то есть, о сихвостоваропроизводителях думали не только в последнюю, а вообще не думали. Поэтому. Есть еще вопросы, уважаемые коллеги? Спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы, несмотря на этот жаркий день, пришли к нам. Всего вам хорошего. До свидания.